МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курганру. В студии Наталья Ичменева о главных событиях в регионе расскажут в ближайшие полчаса. Сырье отечественная, техника иностранная. Как в Заурале реализуется программа по импортозамещению, обсудили в правительстве области. Ликвидация очереди к Новому году все зауральские дети должны быть обеспечены местами в детских садах. Кросснация тысячи курганцев вышла на традиционный пробег в Центральном парке культуры отдыха. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги выборов 2015 и определились с кандидатом на пост председателя областной думы. Подробности в сюжете. На конференции единороссов было выдвинуто два кандидата на пост спикера областного парламента. Ими стали предприниматель Федор Ярославцев и служащий РЖД Дмитрий Фролов. Оба одержали уверенную победу на выборах 13 сентября. В результате тайного голосования большинство голосов получил Дмитрий Фролов. Я считаю, что молодой, креативный, достаточно перспективный. Сейчас уже депутат Курганской областной думы. И есть у него правильные мысли. Мы длительное время кандидатуру согласовывали. Согласована эта кандидатура на всех уровнях. Убежден, что он с поставленной задачей справится. Это какой-то новый импульс, я считаю, в областной думе. Молодой, в общем-то, не политик до этого. Достаточно небольшой период, когда он занимался фактической работой. Тем более, не менее, он очень хорошо прошел выборы. Это такой серьезный показатель. Поэтому я думаю, что человек сможет дать новый импульс работе в нашей областной думе. В свою очередь, кандидат в председатели от партии власти, которая получила на выборах 28 парламентских мест из 34-х, готов прислушиваться к старшим товарищам по партии. Основной задачей, конечно, стоит консолидация усилий ветеранов думского собрания с молодежью, которая вновь туда пришла, будем так называть политической молодежью. Для того, чтобы этот коллектив работал на развитие в целом региона. Члены партии также готовы активно работать на развитие области. Продолжать программу губернатора «Шаги», которую мы выбирали в прошлом году. Достаточно программа очень конструктивная, стратегическая для Курганской области. И, наверное, всех депутатов должны включиться в эту работу. Они и работают, но мы уже с новыми силами, новыми идеями, я считаю, мы продолжим эту работу на благо просветания Курганской области. Светлана Епифанова, Василий Малухин, Глеб Печорских, информационное агентство Курган.ру Аграрии Курганской области возглавляют топ-листы сельхозпроизводителей России. О том, как выполняется поручение президента по программе импортозамещения, читались руководители предприятий «Картофель» и Курганский месткомбинат «Стандарт» на совещании у губернатора. Возможно ли организовать производство, используя исключительно отечественные ресурсы, узнаете далее. Основной упор в агропромышленном комплексе делается на техническую модернизацию. В рамках соглашения с Россельмашем Курганская область обязалась приобрести не менее 100 комбайнов. Запущены 13 новых зерноочистительных комплексов, 16 зерносушилок, что очень актуально в текущем году, поскольку уборочная страда вновь проходит в условиях повышенной влажности. На сегодняшний момент у нас сельхозорганизациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами приобретено 70 тракторов, 74 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 5 пассивных комплексов и другая техника. Суммарный объем скидок по данным приобретения составил 80 миллионов рублей. Сельхозпредприятие «Картофель» является одним из крупнейших заготовителей и поставщиков овощей в России. Оно входит в десятку лучших. Укрепление технической базы – один из главных векторов развития предприятия. Мы приобретаем новую технику мирового уровня. Достаточно сказать, что морковоуборочный комбайн, который может убирать за смену более 200 тонн моркови. Значит, там оператор, плюс логистика, плюс механизатор. Губернатор отметил, что масштабы поставок предприятия «Картофель» и качество продукции абсолютно не уступают импортным производителям. Вот мы выращиваем отечественные продукты питания. Хотелось бы еще со временем использовать и агрегаты, и технику отечественную, чтобы импортозамещение было в полном объеме. Но пока нашим аграриям приходится использовать все-таки пока импортную технику. Об этом говорят и сами производители. Если удалось перейти полностью на российское сырье в рамках программы импортозамещения, то целиком перевести производство на отечественное оборудование пока невозможно. Так на Курганском мясокомбинате «Стандарт» все оборудование импортного производства. У нас в местопереработке кутеры немецкие, австрийские, там все оборудование, все европейские стороны, свидетельческий комплекс, генетика, у кого английская, у кого голландская, вентиляция также европейская, и станочная оборудование, все-все делаем за границей. Это то, на что, видимо, все-таки руководителям и правительствам надо было бы обратить внимание. Чтобы выпускать достойный качественный продукт, надо все-таки думать о том, на чем его пускать и как его пускать. Пока же необходимо делать главный упор на российское сырье, отметил губернатор. Уже существует предварительная договоренность с Ямалом о совместном строительстве на территории Зауралья крупного свиноводческого комплекса на 50 тысяч голов, что открывает неплохие перспективы курганским аграриям. Марина Богатырева, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Предприятия Зауралья смогут представить свои проекты на неделе Курганской области в Санкт-Петербурге. Планируется, что она пройдет в центре импортозамещения, который является всероссийской площадкой. Предварительная договоренность об этом уже достигнута, сообщил заместитель главы региона по инвестициям и межрегиональным связям Игорь Веригин. Подробнее расскажет наш корреспондент. Федеральный закон о промышленной политике дал новые возможности господдержки промышленным предприятиям, которые готовы работать по программе импортозамещения и выпускать качественную новую продукцию, соответствующую мировым образцам. Созданный фонд поддержки промышленности располагает федеральными средствами порядка 20 миллиардов рублей, которые будут направлены на продвижение инвестиционных проектов. Важно то, что эти деньги заложены не только на реализацию своего проекта, но и на подготовительную часть. Учитывая то, что проекты, о которых мы здесь говорим, высокотехнологичные, требуют технологической разработки, требуют испытания этих образцов, мы понимаем, что у многих предприятий нет денег именно на эту работу. И фонд, он как раз нацелен на то, чтобы помогать предприятиям проводить именно эту работу, то есть прединвестиционную стадию. Помимо того, что конкретные предприятия получат финансовую поддержку, они владеют методикой того, как продвигать инвестиционные проекты. Правительство Курганской области подготовило соглашение с фондом, чтобы упростить за уральским предприятием путь от заявления своего проекта и его согласования до получения поддержки и, собственно, реализации. Проекты, которые будут поддерживаться в рамках этого фонда, все эти проекты должны быть одобрены региональной администрацией. Потому что региональная администрация отвечает не только за подготовку проекта и доведение до финансирования, но и в дальнейшем на реализацию. Игорь Верегин подчеркнул, что весь процесс согласования о подготовке проектной документации и изучении инвестиционных возможностей, помощь в проработке составляющих и, самое главное, корректировки, по замечаниям фонда должны проводиться с участием регионального управления по инвестициям. В этом случае значительно возрастет шанс на реализацию конкретного проекта. Валерия Мельникова, Марина Бокатурева, Илья Орунцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. В Звериноголовском районе каждый год полеводы и фермеры получают гранты по различным программам. Эту цель ставит перед своим предприятием Павел Птицын, сельскохозяйственник с 23-летним стажем. Павел Птицын прожил всю жизнь в своем родном районе. Получив агротехническое образование, начал работу в Алабукском овчеводческом совхозе. В 1992 году ушел в фермеры на свои паи. У Павла Птицына есть пять составляющих успеха. Первое, он уверен, что вести хозяйство помогает не столько образование, сколько многолетний опыт. Все пришло с опытом. Я когда работал, например, на Кировце, вот пять лет, вот я больше, например, взял оттуда, уже я просто пощупал это все руками. И как бы подъезжаешь к характеристу и говоришь, надо так делать. Он говорит, нет, а я говорю, да я прошел это все. То, что, например, знания и опыт, это уже как бы... Я вот до сих пор езжу, например, в Курган Семена, езжу на все совещания. Там, когда собирают, там показывают новые сорта. Вообще учиться надо всю жизнь, я так думаю. Второе, поливод уверен, залог хорошего урожая – качественные семена. Третье – постоянное обновление парка машин. Павел старается приобретать технику по программам утилизации в лизинг или со скидками. Два новых комбайна на этот сезон купил со скидкой в 25%. За последние пять лет мы хорошо обновили парк. У меня сейчас на данный момент 5 МТЗ-82, 4 трактора 12-21. Это вот за последнее время куплены комбайны. Три вектора, два 12-го года, один 2008-го года. И нынче купили два Акроса 530 и 550-й. Пять комбайнов. Для меня как бы это нормально. У меня сейчас на данный момент молотит 4,5 тысячи зерновых. Остальные там подсолнечник, все эти комбайны только зерновые молотят. Нагрузка чуть больше тысячи на гектар. Больше 100 меня вообще они на такую завалят зерном. Они сейчас молотят по тысяче каждый. Четвертое, самое главное достояние хозяйства – люди. В КФХ работает чуть больше 30 человек. Большая часть из них – молодежь до 30 лет. В пятых, для Павла Птицына очень важно постоянно двигаться вперед. Как победитель конкурса на грант по программе «Семейная ферма», а вместе с ним за хозяйством приглядывают жена, дочь, сын, теща, он получил 9 миллионов 300 тысяч рублей. Деньги потратил на покупку племенного крупного рогатого скота мясного направления. Скот обердин ангузской породы быстро и хорошо откармливается. По округлости форм, скороспелости и качеству туш он стоит на первом месте. В планах у фермера наладить сбыт элитного мраморного мяса. 100 телок уже дали приплод в 55 телят. Светлана Епифанова, Глеб Печорских, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». В правительстве Курганской области планируют полностью ликвидировать очередь в детские и дошкольные учреждения региона к началу 2016 года. Сколько новых учреждений планируют открыть в этом году, узнавала Валерия Мельникова. Согласно статистике, на сегодняшний день в Заурале зарегистрировано более 44 тысяч детей от 3 до 7 лет. 1 878 из них – очередники, которые не могут попасть в детское дошкольное учреждение. По прогнозу специалистов, к концу года к ним добавятся еще около тысячи дошколят. По указу главы государства, все дети этой возрастной категории должны быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях к началу 2016 года. То есть, до контрольного срока у нас остается совсем немного. Это времени около трех месяцев всего. Согласно дорожной карте, на 2015 год в области планировалось ввести 2858 дошкольных мест. На текущий момент введено в эксплуатацию лишь 529 мест. Сделано это за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания и развития негосударственного сектора. Всего в этой сфере работают 17 предпринимателей. В 2015 году 10 получат финансовую поддержку. В 5 миллионов рублей из федерального бюджета и областного бюджета на создание новых дошкольных мест. Доля детей составляет 737 человек. Это 1,8%. В рамках проекта модернизации региональных систем дошкольного образования в 2015 году в регионе планируется ввести 30 объектов. В том числе долг прошлого года – 80 садов для почти 2000 малышей. Таким образом, планируется ликвидировать очередь. Однако риски есть всегда. В правительстве региона просчитали возможные опасности. В двух районах – это Далматовский и Шадонский. В городе Шадонский очередность будет ликвидирована за счет употребления функционирующих групп. В Арменинском районе будет организована группа полного дня для дошкольников на базе Дома детского творчества. В Лебяжевском районе за счет перепрофилирования помещений будет открыта группа на 25 детей. Кроме того, в Китовском, в Куртомышском, Лебяжевском районах будет организован подвоз детей в ближайшие детсады. Валерия Мельникова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». Разборки в курганском шоу-бизнесе или война за парковочное место – какие только версии – не выдвигали в региональных средствах массовой информации, пытаясь объяснить причины происшествия в центре города. Несколько дней назад неизвестные подожгли автомобиль курганского музыканта. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Музыкант Артем Привалов, барабанщик известной в Кургане кавер-группы «Другая версия», теперь подсчитывает ущерб. Случай оказался нестраховым. Его автомобиль «Тойота Камри» стал жертвой неизвестных поджигателей. Я лично увидел это все из окна, что с торца дома зарево. Я решил выйти посмотреть, что происходит, может быть, для того, чтобы отогнать автомобиль. Вышел там, вот уже стояла пожарная, здесь вот ППСники, ну и все тут тушили, тут было зарево. Поджог, а Артем считает, что это был именно он, ведь в автомобиле даже не было аккумулятора на момент происшествия. Произошел в ночь с 20 на 21 сентября. Судя по повреждениям, было два очага возгорания, спереди автомобиля и сзади. Увидев в интернете версии происшествия, Артем был очень удивлен. О разборках в курганском шоу-бизнесе слышит впервые, да и во дворе с соседями отношения хорошие. Войны за парковочных мест у нас тут никогда не было, а связано с моей профессиональной деятельностью, ну тоже это смешно. То есть ни врагов, никого у тебя нет? Никогда не было, надеюсь, что. На своей странице в соцсетях пострадавший музыкант пообещал вознаграждение за любую полезную информацию о хулиганах. В соседних магазинах установлены камеры уличного наблюдения. Может быть, их записи помогут пролить свет на произошедшее. В любом случае, разбираться в ситуации будут правоохранительные органы. Марина Богатырева, Илья Урванцев, Лидия Гайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Их работа не настолько опасна, насколько трудна. На базе Курганского областного центра медицины «Катастроф» 25 сентября прошел третий традиционный смотр-конкурс среди бригад скорой помощи. Цель этого мероприятия – выявить лучшую команду, способную правильно и качественно оказать экстренную медицинскую помощь людям, пострадавшим в ДТП. Всего в конкурсе приняли участие более 20 бригад. Все сотрудники скорой помощи встречаются, обмениваются опытом. Это праздник нашей скромной, незаметной профессии, как сотрудник скорой медицинской помощи. Участие в конкурсе приняли бригады из трех человек. Два сотрудника скорой помощи и, конечно, водитель, поскольку жизнь пациента также во многом зависит и от него. Водитель скорой помощи обязан быстро и качественно, главное, довести пострадавшего до больницы, оказать помощь, помочь фельдшеру. Водителей в этот день ожидало всего два этапа соревнований. Это тест на знание правил дорожного движения и помощь фельдшеру в оказании скорой помощи. Гораздо более длинный список тестов встретил самих врачей. Компьютерный тест с институционными заданиями, сердечно-легочной реанимацией и конкурс самодеятельности. В очереди на каждой из этапов конкурса коллеги обсуждали случаи в собственной практике. То в деревню едем бабушек лечить на ДТП, ездим, детей даже рожают в машине. Самое проблемное – это алкоголики, которые вызывают по поводу и без, и часто уже до такой степени организм свой истощают алкоголем, что трудно им очень помочь. И поведение у них такое вот нехорошее, что обидное, все время что-то говорят нас. По итогам конкурса победу одержала Курганская бригада скорой помощи. Именно она будет защищать честь здравоохранения Курганской области на смотре конкурса «Урала» в рамках проекта «Славим человека труда». Валерия Мельникова, Евгения Волкова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. 29 сентября около культурного центра «Современник» в областном центре рабочие начнут подготовку к установке памятника Терентию Мальцеву. На данный момент идет укладка плитки. Напомним, по плану на улице Мальцево в Заозерном должен появиться сквер имени известного хлебороба и ученого сельхозотрасли родом из Зауралия. А в центре зоны отдыха расположится памятник высотой более 3,5 метров. Он будет изображать Терентия Семеновича в полный рост с тремя колосками в руках. 65 лет развития, успеха и побед. 25 сентября Курганский машиностроительный завод отметил свой юбилей. На масштабном праздновании наградили лучших работников предприятия. Отметить общий праздник пришли несколько сотен гостей. История Курганмашзавода начиналась еще в далеком 1950 году. Больше полувека назад с его конвейера выходили лишь тяжеловесные краны. О том, что предприятие будет выпускать и военную технику, было решено спустя несколько лет. В настоящее время завод является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. В 2015 году одно из его творений, БМП «Курганец», приняло участие в параде победы на Красной площади. Успех продукции во многом стал возможен благодаря трудоемкой работы золотых кадров. Это интересная работа и очень сложная. Ну, не скрывать не буду, работали и сверхурочные, и выходные. Так что с самого начала осваивали, именно делали две машины. Это уже о том параду изготавливали, уже весь завод. А изначально две машины делали именно у нас в опытном производстве. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, востребованность работы завода не теряет своей актуальности по сей день. По словам руководства, заказы расписаны уже на 2020 год. Заграничные партнеры, особенно те, которые мы поставляли ранее, машины, они всегда интересовались на тему, а нет ли у нас чего-либо нового. Ну, и скоро они начнут запрашивать у нас о возможности проведения модернизации поставленных машин. В честь юбилея лучших работников завода наградили благодарностями и денежными премиями. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Взрослые малыши, ветераны спорта и школьники, родители и их дети. Более тысячи зауральцев в воскресный день объединило одно. Они все пришли на всероссийскую ежегодную акцию «Кросс-нации» в Центральном парке культуры и отдыха. Тему продолжит наш корреспондент. Посоревноваться, отдохнуть телом и душой, получить заряд бодрости и здоровья. Причин для участия во всероссийской акции «Кросс-нации» много. Потому что это спорт хороший. В нем есть энергия. И чем быстрее ты бежишь, тем лучше. Мне нравится бегать, потому что ты развиваешь свою энергию. Тебе не лениться ходить будет потом, не бегать. Не трудно бегать будет тебе потом. Возраст и уровень физподготовки не важен. Принять участие в «Кросс-нации» мог каждый, кому это позволяет здоровье. Первый этап – массовый забег без выявления победителей. Дистанция – один круг, а этот чуть больше километра. Далее еще пять забегов уже в рамках соревнований. Самое большое расстояние досталось мужчинам 1995 года рождения и старше. Им предстояло пробежать 10 кругов под спеком. Лучшим в каждом забеге вручили кубки и медали. Но все участники непременно утверждают, что победа не главное. Куда важнее атмосфера, царящая во время проведения акции и тот заряд здоровья, который каждый ее участник получил в этот воскресный день. Валерия Мельникова, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». Экстремальный спорт взамен наркотиков. Такую альтернативу предложили трудным курганским подросткам в летном центре «Лаговушка». Минувшие выходные его посетили молодые люди, жизнь которых так или иначе оказалась связана с наркотиками. Инструкторы центра верят, что новый опыт поможет им изменить свое восприятие мира. Подробнее в нашем следующем сюжете. В рамках проекта «Небо. Территория без наркотиков» 26 сентября в летном центре «Лаговушка» собрались более 20 подростков. Каждый из них состоит на учете в детской комнате полиции. На аэродром они прибыли, чтобы совершить свои первые прыжки с парашютом. Это альтернатива тому образу жизни, который был не до этого момента. Мы к ним приходили в реабилитационный центр на Кирово-108, проводили беседы, рассказывали про наших выпускников, про наших спортсменов, которые здесь летали, прыгали с парашютом, про наш летный центр, что мы здесь можем и как это все получается. Может кто-то из этих трудновоспитуемых детей также будет в дальнейшем не только спортсменом-порашистом, но и спортсменом-инструктором. В течение трех дней подростки проходили стандартное обучение и получали медицинское разрешение на прыжок. Перед посадкой в самолет пришлось еще раз повторить азы поведения в воздухе. К самим прыжкам приступили только после тщательной проверки парашютов. Прыгать предстояло с приличной высоты – целых 800 метров. Любая ошибка могла стать роковой. Однако сотрудники аэродрома свое дело не только знают, но и любят. Обошлась без происшествий и даже без отбитых ног. Науку правильного приземления прыгнуть заучили наизусть. Ноги в коленях согнуты, вместе сведены, кувырок через плечо, приземление прошло успешно. А это сложно, когда земля несется навстречу со скоростью 8 метров в секунду. Тем не менее, справились все. Впечатление хорошее. Мне понравилось. Даже заврать не успел. Сразу же все по структуре сделал. То есть кольцо расправил, запаску расчековал и все там дальше по строфам управления. Когда прыгаешь, вообще непонятно, где ты находишься. То есть вообще там кверх ногами всяко крутит. Потом кольцо дергаешь и все, тишина такая. И просто медленно опускаешься. По окончании прыжков подростки приняли участие в веселых стартах. Самые спортивные из них получили возможность еще раз подняться в воздух. Юлия Пастухова, Евгения Волгова, Глеб Печорский, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Во Дворце культуры железнодорожников с 25 сентября по 4 октября вновь открывается выставка давно полюбившегося башкирского меда и конфитюра от пасеки монастырской. Чем курганцев удивят на этот раз, смотрите в сюжете. Мед – уникальный продукт, подаренный самой природой. Обладая неповторимым вкусом и ароматом, мед славится антибактериальными и противовоспалительными свойствами, улучшает состав крови и предохраняет организм от преждевременного старения. Мед поможет избежать осенней хандры и поднять иммунитет. Изумительное разнообразие сортов сладкого и полезного лакомства на выставке меда и конфитюра от пасеки монастырской в ДК железнодорожников. Луговой, акациевый, горный, чистотел, дикий – всего представлено более 30 видов на любой вкус. Каждая из них обладает исключительными целебными свойствами и на выставке сопровождается подробной инструкцией. Удивительно, но мед не теряет лечебных свойств даже при длительном хранении. А значит, купив один или несколько сортов, можете быть уверены – вложили средства в свое здоровье и долголетие. Как всегда, пасека монастырская приготовила для курганцев нежные, вкусные и полезные конфитюры из цельных фруктов и ягод. Порадуйте своих близких настоящим сладким праздником. Это лакомство идеально подойдет в качестве начинки для блинов и пирогов. На выставке пасеки монастырской можно также приобрести домашнее душистое подсолнечное масло, свежую азовскую халву и разнообразные продукты пчеловодства – пыльца, перга, маточное молочко и многое другое. Без подарков, как всегда, не обойдется. При покупке одного килограмма меда, один килограмм башкирского лугового меда – в подарок. Этот мед отличается тонким приятным ароматом и обладает противовоспалительными и более утоляющими свойствами. Подарите себе мощнейший заряд энергии и здоровья на всю предстоящую зиму. Ярмарка меда и конфитюра от Пасеки Монастырской ждет вас с 25 сентября по 4 октября в ДК Железнодорожников. Площадь Слосмана – 5. На этом блок новостей информационного агентства Курганру подходит к концу. Эфир продолжит рекламу и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует... Надежда Плюс. Прозрение. Новый взгляд на оптику. Одежда, обувь, ковры. Вкуснейшие продукты для вашего стола. Все это вы традиционно найдете на центральном рынке. Центральный рынок. Центр притяжения. Куйбышева, 74. Весь модельный ряд «Бриллианс». Просторный седан H530. Кроссовер В5. Компактный H230. Автомобили от 460 тысяч рублей. Автосалон «Автовиллич». Проспект машиностроителей 40. 26 сентября. Открытие огромного магазина одежды «Мегахэнд». 800 квадратных метров одежды, обуви и трикотажа для всей семьи. Скидки до 90%. «Мегахэнд». Одежда из Европы. Секонд-хенд. Карла Маркса, 106. Опта ставит хорошо фирма «Люкс Монтаж». Лоджи истеклит легко. Может, весь этаж. Радует людей ценой. Работяга наш. Не забудьте позвонить в фирму «Люкс Монтаж». Курьер «Сателлайт». Спутниковое телевидение. Курьер «Сателлайт». Коля Меготина, 124А. Офис 304. Телефон 467-222. Общероссийский фестиваль природы. Первозданная Россия. Фотографии, фильмы, народное творчество. Мероприятия для детей. Ждем вас в Курганском областном культурно-выставочном центре с 28 августа по 5 октября. Настоящее новоселье может быть только в новой квартире. Доступное жилье может быть только с низким процентом ипотеки. Идеальное решение квартирного вопроса может быть только с компанией «БК-недвижимость». «БК-недвижимость» – отдел новостроек. Телефон 554-004. Если мы возьмем 4, а потом еще 4, и еще разок 4, и добавим вновь 4, то получится квадрат. А в квадрате все подряд. Объявления, поздравления, о любви стихотворения. В телесень такой квадрат. Закажи и будешь рад. За 400 рублей хорошо для всех людей. Заказы принимаются на точках приема рекламы. Хотите чувствовать себя уверенно за рулем в любое время суток? Солнцезащитный козырек для дня и ночи «Клервью». Обеспечит комфорт и безопасность движения, независимо от погодных и дорожных условий. Имеет две панели. Одна защищает от слепящего солнца днем, другая блокирует свет фар ночью. Изготовлен из качественного и крепкого оргстекла. Удобно складывается и монтируется. Подходит к любому типу автомобиля. Всего за 799 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. В предстоящие сутки центральные районы Урала и Западной Сибири окажутся под влиянием циклонического вихря и связанного с ним атмосферного фронта, который сформирует облака и кратковременные дожди. Над остальной территорией регионов расположатся погожие антициклоны. В Тюмени 20-22, без осадков. В Челябинске 21-23, без существенных осадков. В Екатеринбурге 18-20, преимущественно без осадков. В Кургане переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 м в секунду. Температура воздуха плюс 10-12. В Днем в Кургане переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 4,9 м в секунду. Температура воздуха плюс 22-24. Атмосферное давление повысится. 29 сентября. Солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин